всем доброго времени суток я приветствую вас на канале от татьяны с любовью передо мной лежит брокколи речь пойдет о брокколи я прошу прощения что я снимаю дома потому что ну на улице я снимать и мои дорогие никак не могу жара стоит вообще просто вообще очень сильно 30 вот сейчас 30 уже у нас градусов тени и невозможно дышать вот уже который день и ну честно скажу вам я по здоровью не могу там снимать я утром вот очень рано встаю выхожу какие-то дела делаю до в огороде все и потом днем я единственное что это я выбегаю про за проверить птицу вот так вот и воды там где-то подлить еще что-то посмотреть и все днем я занимаюсь делами дома готовкой там еще чем-то конечно же сейчас консервация вот это вот все поэтому стараюсь днем на улицу не выходить только утро и вечер вот поэтому сегодня вот бегала по делам в город потом пришла и вот быстренько срезала сходила брокколи и так как были просьбы по тому чтобы я сняла вам ролик по про брокколи но я уже прошлый год снимала ролик но еще раз ладно повторюсь уже так начну с того что я из кировской области город котельнич чтобы вы знали ориентировались давка из какого региона я с вами разговариваю так сейчас я вам уже сняла на кухне взвесила вот эти вот качанчики сейчас я вам включу ролик покажу это все дело так с ним а я брокколи это у меня девочки уже не первый урожай брокколи вот видите вот целый вот такой вот блюдо большое головка такая и вот такая вот такая головочка вот еще такая головка в руку вот почему сразу снимаю вам на кухне потому что невозможно на улице такая жара вот тут немножко тоже проворонило это хорошо вот значит сейчас сделаем весы в уровне так по надам сделаем сейчас вот давайте взвесим вот эту головочку ну где-то на на килограмм будет она ага 930 видно вам 937 грамм и вот так вот эта головка сейчас я вам по сортам расскажу все окна все открыто но жарко нет сил значит так вот только что только что снято у меня значит я вам уже в ролике сказал что вот это вот все у меня третий урожай в этом году капуста меня не радует не знаю как у кого нынче у меня плоховато но не вся цветная практически вся погибла вообще по вообще не одна вот и там что-то мается у меня туда-сюда не знаю как она у меня выживет или нет пекинку я посадила со весны прекрасно пекинка выросла потом осенний урожай у нас как раз прошел ливень вернее осеннюю посадку меня все залило ничего мне не взошло и вы знаете я не стала больше сажать капусту ну пекинку нынче осенью я буду без пекинки потому что то жара то еще что то в общем решила что не буду я не нервы трепать не свои как бы силы вот хватит у меня овощей в общем как-нибудь без пекинки нынче я обойдусь кстати то пекинка которая весенние прекрасно хранится на еще два кочана в холодильнике лежат вот и прекрасно она вообще замечательно у меня еще лежит мы ее еще едим убрала раннюю всю капусту чтобы не потрескалась сейчас я ее буду мариновать кстати маринована капуста от татьяны сразу вам скажу что пользоваться этим рецептом это вообще идеальный рецепт для ранней капусты раннюю капусту можно мариновать ее нельзя квасить раннюю капусту можно использовать в различные салаты заготовки которые идут с уксусом и проваренные нельзя только квасить поэтому сейчас ранняя капуста у меня пойдет щи борщи вот это вот все солянку сделаем значит ну и конечно же замариную ранние порадовала кочаны хорошие опять скажу что очень много говорю давайте вернемся к брокколи это у меня третий урожай первый урожай был такой же наверное может даже чуть побольше потому что там не было одиночных головочек да вот таких вот были большие головки не сняла не успела некогда 2 урожай уже одну тоже головку я сняла и остальные были вот такие вот вот эти вот галочки которые растут на боковую боковые побеги а вот и сейчас вот сняла и вот 3 это урожай видели что почти килограмм головка меня вполне это устраивает по сортам давайте сразу значит один сорт маратон f1 я вам точно скажу если японская селекция вот а вот второй сорт я вам не скажу не знаю обрезанный даже не записала не знаю но при любом раскладе я всегда брокколи сажают только гибрид это не сорта у меня это гибриды почему гибрид потому что в нашей регионе лучше растут гибриды сортовые растут хуже или не завяжутся кочаны соцветия да или там еще что-то засохнут или как это болячка прицепится но плохо у нас растут поэтому я перешла на гибриды и сажали только гибриды вкусовые качества нисколько не страдают даже намного лучше когда села вот данную капусту данную капусту я села в середине апреля примерно числа десятого выращивала я ее рассадным способом конечно же и потом высаживала на грядку по поводу почвы конечно любая почва любая вернее капуста любит плодородную почву хорошую но где же ее взять эту плодородную почву давайте будем исходить из того что мы имеем потому что не все мы можем иметь хорошую там чернозем или еще что-то да страна у нас большая у кого глина у кого суглинок у кого песок вот поэтому исходя из этого нужно смотреть и удобрять почву по возможности значит смотрим какая у нас почва нужно обязательно почву удобрять значит вносим навоз желательно конечно это сделать с осени чтобы он у вас уже перепрел к весне в лунки я обязательно кладу так как у нас кислая почва значит я кладу туда мел я кладу туда соду я кладу туда горчицу все это порошок да зачем значит мел раскислить почву сода она и почву раскисляет и помогает от вредителей горчица тоже раскилываем помогает от вредителей далее если у вас есть перо птицы кто держит вот у меня нынче не получилось так старые подушки бабушкина найдите распотрошите их там есть перо пух вот это до пуховые подушки перьевые подушки и вносите по горсти самое лучшее удобрение потому что в нем содержится молибден к в котором очень нуждается капуста брокколи цветная капуста очень нуждается вот обязательно нашу фосфор двойной супер фосфат обычно значит ну вот это то что я вношу в лунку при посадке все это дело проливаю сажаю дальше далее обрабатываем смотрим только от вредителей по поводу удобрения значит до того как она начала капуста выращивать головочку завязывать да мы кормим азотом не перекормите азотом не перекормить а перекормка удобрениями ничему хорошему не приведет значит далее идет калий далее обязательно бор обязательно бор я сторонник бора мне очень много делают замечаний по поводу того что я бором обрабатываю овощи я сторонник бора я сторонник того что все должно быть в норме я не заливаю бором но то что должны получить овощи я обязательно даю вот результат вам на лицо если не будет бора такие головок у вас не вырастет вот поверьте мне бог капуста нуждается в боре обязательно а бурную кислоту даем в составе ну вот чудо удобрение которым я опрыскивала помидоры значит я уже не один раз про него говорила оставлю ссылочку внизу там значит насходит йод входит марганец и входит бор вот им я и обрабатывала и капусту всю капусту все вот этим чудо удобрением я прохожу все начиная от овощей заканчивать цветами все навела пошла все да сколько капусту вот два раза мне вполне достаточно больше не надо вот в начале цветения как бы ну не цветение завязывания до кальчанчиков вот и я прошла и потом вот еще вот недавно буквально еще раз опрыснула конечно обработку проводите поздно вечером чтобы не дай бог там не обжечь листья и все остальное поэтому на ночь проводите чтобы не получить ожоги капуста не получила ожоги есть вопрос такой возникает почему капуста у меня большая листья есть а кочанов нет куда эти буду называть кочан да соцветия кочаны нет почему так происходит во первых капуста любит пить вот эта капуста брокколи очень любит влажность если у вас будет сухая погода засуха то капуста у вас листья вырастут кочаны не завяжутся которые завяжутся сразу у вас распустятся соцветия капуста это не любит засуху и любит влажность но с погодой мы ничего сделать не можем если вот сейчас жара значит нужно почаще туда заглядывать каждые два три дня и связать не допускать того чтобы кочаны начали распускаться да и срезать ее почаще полив я произвожу шлангом то есть вот так вот прямо сверху не поливаю я ее под корень я всегда и поливаю сверху она любит вот такой вот поверхностный полив поэтому вот-вот прекрасно она растет есть не переудобряйте азотом еще раз повторю если у вас сильно за азотчина почва если вы очень много азота даете опять зеленая масса огромная а внутри ничего понимаете поэтому все должно быть в меру ну по удобрения все вам так сказала по вредителям ну вот знаете у нас вот нет такого нашествия например этих слизней ну нет у нас такого нашествия все спрашивают как вы боретесь со слизняками есть но совсем немного посыпаем просто грозой опять начинает ой да вы неправильно там делаете все ну уж как делаю так вами рассказываю грозой просто междурядья посыпаю все нынче вообще ничем не сыпал ну нету пока такого нашествия слизняков может быть сейчас в августе еще они появятся значит сын сыпаем я обрабатываю от гусениц и вот от мошкары буквально два раза за сезон не сыпая вполне хватает опять же сыпай многие ругают что он препараты не очень хороший кому как мне нравится я это делаю ну что что чем обрабатываю вот честно вам те то и говорю значит вот только вы убрали вот эту центральную головку вот эту центральную головку только вы уберете ее все и сразу же начинают расти вот такие маленькие головочки на боковых побегах вот вы их не провороньте вот вот эти вот все маленькие головочки вы почаще туда заглядывайте и срезайте вот они какие они побольше не маленький совсем смотрите видите какая она хорошая головочка сейчас я срезала они опять нарастут вот она чем хороша брокколи тем что прямо вот ее же она растет и растет и растет и растет и растет и растет течение все отдаст до самой позднего знаете заморозки такие стояли у нас прошлый год позапрошлый год она у У меня стояло, ну, думаю, уже все. Что там, хотела курам отдать. Смотрю, а там прям такие. И они хорошенькие, они хорошо очень заморозки перенесли. И даже не по такие, не склизкие, ничего. Очень замечательно она себя чувствует. Капуста изумительная. Выращиваться легко. Берите гибриды, не бойтесь. И обязательно вырастет. Не жалейте денег на хорошие семена. Раз один купите, разоритесь. И у вас, как понимаю, что стоит недешево. Ну, вот такая пачечка. Тут у меня, знаете, не сохранилась цена. Но я вам могу сказать, рублей 80 стоит вот это вот. Тут примерно, когда бывают 10 семечек, когда бывают 5 семечек. По-разному. В зависимости от того, какой гибрид, такая цена и будет. Это первое. Второе. Смотрите за ней, укаживайте обязательный полив сверху. Смотрите, чтобы ее не съели. Удобряйте вовремя тем, чем положено. С начала сезона один раз я пролила азотом. Больше не проливала. Дальше дала калий. По листу чудо удобрения. И все. И вот лакомлюсь, пожалуйста. Вот такой вот урожай снимаю. Капуста брокколи. Полезный. Овощи изумительно полезные. Все витамины группы В, тут встречаются С, витамина, ПП, фолиевая кислота. В общем, ну, просто вот вы понимаете, калорийность очень маленькая для тех, кто соблюдает диету. Очень полезно беременным. Обязательно, вот кто беременный, употребляйте брокколи, потому что это действительно полезный овощ. Детям очень полезно. Что я из нее готовлю? Готовлю салаты, запеканки. Готовлю... Очень люблю я ее с яичком на завтрак пожарить. Значит... Ну, все, что вы хотите, все можно приготовить с брокколи. Далее. Чем минус? Вот вы ее сегодня сняли, вам ее сегодня надо заделать. Вам ее сегодня нужно прибрать. Если вы ее сегодня не приберете, она очень быстро вянет. Очень быстро вянет. Теряет товарный вид. Поэтому сегодня сразу же вот готовим ее на зиму. Конечно же, я буду убирать это на зиму. Я на зиму ее в основном, я ее замораживаю. В замороженном виде я ее потом... Да у меня куча рецептов. Вы зайдите, посмотрите в плейлисты. И сколько я ее достаю. И салат из морозилки, и с рыбой запекаю. И в запеканке мороженое ее укладываю. И просто салаты различные делаю. И с яичком, и с супы добавляю. Ну, в общем, все, что вы любите, все вы можете из нее приготовить. Как замораживать, оставлю ролик. Вот тут вот вверху посмотрите, кто не умеет искать. Вот сейчас вот сразу пойдет черненькая такая полосочка. Вверху вот тут вот может быть. Или тут, где-то тут, наверное. Вот. И на ней беленьким написано. Вот я там оставлю. Нажимайте на нее, и вы выйдите на ролик, где я заготавливаю ее в рук или на зиму. Можно вот эти вот череночки мариновать. Вот эти черенки. Очень тоже прекрасно. Теперь вопросы возникают такие. Вот видите, вот этот качан прям плотный-плотный. Этот немножко подраспустился чуток. Не успела. Вот этот успела хорошо снять, этот не успела. И у многих возникает вопрос, что вот один, допустим, сняли там. Вот видите, головки такие плотные-плотные. А есть где-то, допустим, не очень плотная. Вот, допустим, не очень плотная головочка. Ну, проворонили, ну, проворонили, бывает, вот, да. Все, у меня там капуста начала, там она в цвет пошла, все, чушь ей мне ее выкинуть. Ну, что же все выкидывать-то? Нет, конечно, она немножко у вас просто теряет товарный вид. Ну, вы же ее не на продажу понесли, вы для себя ее делаете. Никакие питательные вещества она не потеряла. Ну, проворонили маленько, ну и что, ничего страшного нет. В таком виде и замораживайте, в таком виде и консервируйте, в таком виде и делайте. Брокколи, ничего не случилось с ней, ничего. Ну, немножко, говорю, товарный вид потерял. Ну, и что, ну, и пусть будет так. Пусть будет так, вы же будете кушать, правда, а не понесете же куда-то. Поэтому брокколи рекомендую вам, выращивайте, не бойтесь, все у вас вырастет. Даже в этом году, когда капуста совершенно не растет, и то вот брокколи уже, вот говорю, третий урожай собираю. У нас ее любят все. Ну, вот, надеюсь, что я вам ответила на все ваши вопросы. Чем удобрять, как выращивать. Температурный режим, конечно, мы не сможем поддержать. Температуру сейчас вот идут, говорю, такие, жара стоит, да, такая жара. Возможно, у кого-то она не завяжется. Ну, это уже, знаете, может быть, притяните чем-то. Но это уже, на это не повлияешь никак. А так старайтесь все равно, даже в жару поливайте прямо сверху. Сверху поливайте вечером капусту эту. И я думаю, что урожай у вас обязательно будет. Богатых вам урожая. Всего вам самого хорошего и самого доброго. Надеюсь, что видео мое вам понравилось. Если понравилось, то ставьте лайки. Пишите комментарии. Обязательно пишите комментарии. Вы пишите комментарии, видео залетает в рекомендации. И я вам буду за это очень благодарна. Всего вам самого хорошего и самого доброго. С вами была ваша Татьяна. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok